Всем привет дорогие друзья, с вами на связи Антон Акулич и вы смотрите проект Рэп Ньюз. А разберем мы сегодня новый клип от Моргенштерна и Тимати, а там есть о чем сказать. Но перед тем как начать, хотелось бы прояснить некоторые вещи по поводу моего предыдущего ролика с Оксимироном. Почему у меня так бомбит? Да не бомбит у меня! Ты че ирёшь? А че они говорят, что у меня бомбит, но у меня нет бомбит, да бомбит у меня! Друзья, да потому что сколько можно кормить обещаниями? Сколько можно игнорировать своих слушателей? Ну реально наболело уже, когда ждешь годный альбом от последней надежды русского рэпа, а он выпускает куплет в поддержку тех, кого раньше презирал. Фу, ладно, перейдем к разбору Тимати и Моргенштерна. Попробуем вместе разобраться в очередном пиар-ходе от двух шоу-бизнесменов и посчитаем, сколько же все-таки рекламы они напихали в данную работу. Вы когда-нибудь видели, как Моргенштерну отказывают в коллабе? Итак, для начала стоит поговорить о том, что же вообще должен был представлять данный дроп. Напомню, Слава Мерлоу это друг Моргенштерна, который предложил Тимати спродюсировать ему трек. Ждем вас в гости в нашем трэп-доме, чтобы сделать для вас главный хит вашей карьеры. После ответил Тимати и согласился, но сказал, что снимет все так, как ему хочется. Я помещу туда столько рекламы, сколько я захочу. При этом на одном из видео Слава вообще проскочила такая фраза, что это будет сольная работа. Давай этот трек оставим сольным, он просто прекрасен, как есть, а мы с тобой подумаем еще что сделать. Да сольный как сольный, без проблем, базар у ноль. Я думаю, что в недалеком будущем у них какой-то трек может появиться, например, про Москву. Тимур Эльдарович, не бейте. В итоге, что мы имеем? Старику выделили парт на 30 секунд. Тип на мне, как твой дом. Слышь мне, похуй там, как ты. Как ты? Разорвал контракты. Какие-либо сложности по смыслу решили вообще не устраивать, а взяли в оборот проверенным временем бэнгер с зацикленным припевом Моргенштерна и перепевками вечной темы богатства, славы и успешной жизни. Проскочило, кстати, по сюжету и несколько шуток. В основном, они сводились к тому, что Тимати давно молодится в жанре и сменить образ, а также жирному подколу в адрес Black Star. Тимати стал делать лучше, что? Когда ушел из Black Star. Местами это напоминает другой трек Моргенштерна, выходивший еще во времена его проекта Easy Rap. В основном, за счет активного использования темы латинского стиля. Повторясь сел, повторясь сел. Повторясь сел, повторясь сел, эй, амиго, виба лапуэрта. Видимо, Лишер так сильно хочет делать побольше хитов, что уже адаптирует свои старые песни. Заметная любовь к инструменталу у Тимати. Видимо, он считает, что живой звук везде добавляет роскоши. Я закончил музыкальную школу по классу скрипки. Можешь скрипку и поставь? На деле Эль Проблема это обычный релиз ради двух популярных имен в названии. Вообще, судя по эстетике и локациям для съемок визуальной части, премьера должна была закрыть летний сезон, выдав нам яркую композицию перед осенью. Но, видимо, не задалось. Получилась в итоге перепевка всего того, что Тимати делал на заре своей карьеры. При этом с главным любителем подрастающей молодежи на большую часть трека. Перед тем, как мы начнем. Да, да. А о чем трек-то будет? Ну, как... О чем сейчас надо читать? Ну, понятно. А то, что ты... Деньги там... Да, самые классные вот это пи***тые оху... Всех, получается, первые везде, да? Ну, смотри, в общем, все то, что я делал 15 лет назад. Да, да, да. Можно сказать, что клип немного интереснее, чем само музыкальное сопровождение к нему. Конечно, некоторые образы до безобразия затерты. Но тут они подаются с легкой иронией, которую несложно уловить еще с первых кадров. С другой стороны, сочную картинку сейчас сделать не так уж и сложно. Порадовали отсылки. Обещанная реклама не оказалась чем-то невразумительным. Особенно для тех, кто любит творчество Blackstar. Стоит обратить внимание и на Чепенкоса в кадре. Каким образом он туда попал, остается загадкой. Конечно, всех заботит, сколько же за рекламу Чебупели, Дикого Мёда и Сочинского автодрома получили два бизнесмена. Как написали в самом клипе, 50 миллионов. И это вполне может оказаться правдой, ведь на протяжении всего клипа Чебупели показывали несколько раз. Что тут сказать? Если главное мерило творчество в 2020-м это деньги, то авторов можно под Тимоти Мергенштерна. С вами был Антон Акулич, проект Рэп Ньюс. До скорой встречи.